Друзья, приветствую вас на канале Империя Инструмента. Сегодня с вами Антон и говорить мы будем вновь про продукцию Флекс, а конкретно ротационная шлифовальная машина, моделька Супрафлекс SE125. Друзья, поехали! Первое, что нужно знать, данная машина на секундочку стоит 58 кусков. Прикинь, 58 кусков. Сейчас мы попробуем разобраться, стоит ли она своих денег и насколько оправдана в работе эта цена. Начну я с ящика. Черный ящик. Клипсы у нас пластиковые. Флексы могли бы и металлические поставить. Это у нас ящик входит в систему Флекса. Они стыкуются между собой, ставятся на пылесосы и так далее. Сильно заострять внимание на ящике я не буду. Посмотрим, что внутри. Две паролонки, парень. Две паролонки, да. Значит, макулатура. Но кроме макулатуры здесь у нас еще идет два шестигранника, адаптер под пылесос. Два аккумулятора. Естественно, литий. 5 Ач. Кожух с пылеотводом. Конечно, сама машина. Тарелка на 125 мм с посадочным М14, то есть любой болгарке, наверное, подойдет. Лепестковые круги и так далее. Итак, зарядка. Зарядка на секундочку. 10,8 А. То есть это скоростная плюс контроллер заряда и, естественно, есть вентилятор. Вот этот аккумулятор, она зарядит за 40 минут. Снова макулатура. Ключ для замены оснастки. Чуть не забыл. И рукоятка боковая. Как же без нее-то. Так, сиящик в сторону. По зарядочке мы поговорили. Здесь особо говорить больше нечего. Наверное, поговорим мы о самой машине в первую очередь. Первое, что ее отличает от всех остальных ротационных машин, это редуктор. У нее их два. То есть инновационное сочетание планетарного и углового редуктора. Что нам это дает? Во-первых, это тишину и покой. Второй аспект, это, конечно, производительность. И третий, это срок службы. То есть машина довольно выносливая. Придушить ее вряд ли получится, но я попробую. Итак, чтобы не быть голословным, потестим ее на шум. У меня здесь шумомер. Сейчас он заработает. Ну-ка. Не работает. Сейчас еще в режим. Раз, раз. Сколько, Дэн? 83. Ну, видели, да? Ну, наверное, сами слышали. Аппарат довольно тихий. Дальше по самой машине. Ну, начну я, наверное, снизу вверх. Да? Четырехступенчатая электронная регулировка скорости. Зря вытащил. Вот. Комфортно, удобно. Пыль и защита, металлическая пылезащита дополнительная. Рукоятка. Во-первых, она провизиненная. Во-вторых, что самое главное, она в Апфате не превышает 150 миллиметров. Даже в редукторе, может быть, чуть больше, но все равно маленькая. Таких меньше я банально не встречал. Далее. Это по внешним параметрам пойдем, да? Рукоятка, да? Платформа комфортная, резиновая. Блокировка редуктора. Перенесена сюда. Это вдруг, если, не дай бог, нажмешь во время работы. Обезопасили. Рукоятка. Вот это мы отличиваем. Двухсторонняя. По внешним, ну, наверное, пожалуй, все. Единственное, что добавлю. Воздухоотвод. У нас находится внизу. Довольно неплохо дует. Видим, что работает. И находится он снизу. Не дует на мастера. То есть пылесос засасывает, этот выдувает. Довольно хорошую циркуляцию воздуха показывает. Кожух устанавливается без дополнительных ключей. Единственное, вот здесь вот, шестиграничком, который идет в комплекте, мы подтянем, да? Установим изначально. И дальше можно уже регулировать. Его также можно регулировать по высоте. Сейчас, секунду. Ну, вот он. Входит он у нас под определенную задачу. Далее, если мы подходим впритык к какому-либо изделию, собственно, убираем его в сторону. И видим, что он нам позволяет сделать. С ним, как у вас обычно, у экцентриковой шлифмашины или у других производителей, это не получится. То есть, когда будет не дошлифовано. Тут у нас подключается пылесос. Диаметр у нас, патрубка идет на 32 миллиметра. Двигатель, естественно, у нас бесщеточный. Безусловно, она насыщена электроникой. То есть, у нас анти-кикбэк. Здесь даже установлен, чтобы вам не вывернула кисть, не дай бог. Далее, ну, бесщеточный мотор я говорил. Защита от перегрузки. Защита от перегрева. Поддержка постоянных оборотов. То есть, придушить будет крайне тяжело. Ну, наверное, на этом и все. Данная машина производится у нас в Германии. То есть, не только наклеечка у нас идет. И здесь надпись гласит об этом. Несмотря на то, что она аккумуляторная, она все равно производится в Германии. Ну что ж, друзья. Я сказал, что машина крутая. По крайней мере, это написано в инструкции. А теперь давайте ее проверим в деле. Мы сейчас с вами пошлифуем, пополируем. Разные поверхности, разные материалы. И посмотрим, как она себя ведет. Ну и, конечно, мы попробуем ее задушить. Ну что ж, поехали. Итак, друзья, я готов к работе. Отделать все средства защиты. За исключением очков. Очки сильно потеют из-за маски. Перед работой скажу, что я буду работать на максимальных оборотах. Максимальный оборот у нас составляет 1500. То есть, у нас первая скорость у нас 660. То есть, стартует она от 660. Вторая скорость 930. Третья 1100, по-моему, 95, если не ошибаюсь. Ну и финальной полторы. Вот. Ну что ж, бумага у меня. 120 зерно. Продукции Fistool. Погнали! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ну что, машина огонь. Как я и говорил, вот этот функционал очень полезен. Показал я его наглядно. Что это не фейк, а реально работает. Ввиду того, что планетарный редуктор здесь стоит с угловым, удержать машину, ну, прям тяжело. То есть, готовься к тому, что прям надо конкретно удерживать на максимальных оборотах. Вот. С деревякой мы видим, справилась она отлично. Но! Хочу заметить, что все-таки не идеально всасывает пыль. То есть, мы видим, что у нас немного, но остается. Вот. Переходим к следующему материалу. Следующий у нас будет лак. Мы попробуем ободрать старый лак. Работаем! Итак, доска. Здесь двойной слои лака. Надеюсь, высох. Бумажку мы заменим. Возьмем, вот у меня 120 бриллиант. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Ну что, друзья, вы сами все видели. Офигенно снимает. Просто бомба. Практически за один заход. Иногда нужно вернуться назад. Но! Но! Вновь пыль и отсос. Мы видим, что весь лак, который не весь, а частично, он остался у меня на столе. То есть это не прям сильно критично, но тем не менее, учитывайте, да, что все-таки не идеально всасывает он. Ну что ж, с лаком мы закончили. Видим, что вот так снял. Следующий у нас на очереди будет стандартная шпаклевка. Работаем! Прежде чем перейду к шлифовке небрежно намеренной, небрежной нанесенной шпаклевки, прошу проакцентировать внимание и не забывать про это, что лак и тому подобное, капец как быстро и сильно забивает вам бумагу. То есть у меня вот фистуловская бумага, насколько она хороша, но тем не менее, да, у меня зерно тоже не совсем правильно подобранное. У меня 120 зерно, лак все-таки лучше сдирать более крупным зерном, это 60, 40, 60, ну край 80. Ну, точно не 120, 120 уже шлифовка идет, а не обдирка. Вот, поэтому прошу понять и простить, ну, не было у меня здесь такого зерна, чтобы еще и отверстия совпадали. Вот, ну, переходим к шпаклевке. Здесь я вновь беру 120 зерно и посмотрим, как хорошо он будет обдирать, ну, скажем так, старую шпаклевку. Перед нанесением краски, новой шпаклевки слоя и тому подобное. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Ну что ж, что можно сказать однозначно по поводу пылеотведения, пылеотсоса. На шпаклевке это провал. Друзья, флекс, уважаемый, каким бы ты хорошим ни был, но на данной машине пылеотсос работает, ну, мягко говоря, так себе, особенно если мы работаем со шпаклевкой. Что касается снятия, во-первых, вы видели все сами, все поверхности неровности, ну, да, пусть они у меня здесь мягкие, это шпаклевка, я думаю, на штукатурке или что-то более такое твердое машина себя не разочарует. Более того, вы данной машины можете не только шлифовать бумагой, да, но вы также на нее можете устанавливать алмазную чашку. Да, ее можно использовать как зачистную машину по бетону, то есть это ее очередной функционал, то есть она получается у нас, ну, своего рода три в одном. То есть мы можем шлифовать, мы можем ей полировать, и мы можем на нее также устанавливать алмазную чашку и работать машиной, как машиной по бетону. Вот, ну, к сожалению, алмазной чашки нет, да и бетона у меня нет, но полировать я сейчас буду. Поехали. Итак, первым делом мы снимаем тарелку, далее снимаем кожух, ну, вот мы снова накидываем тарелку. Опа. Все, мы перешли в режим полирования. Сейчас я накину фетру, возьму пасту и начну работать. Не отключайте. Итак, палитура у меня пятитысячная, на водной основе, компания Fistool. Наносим вот так вот немножечко. Оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп. Минимальные обороты. Наращиваем. Буду работать на полутора тысячах. Так, это у нас была отполированная поверхность. А сейчас мы посмотрим на вот такую. Опять чуть-чуть наносим. Нам этого достаточно. Минималочку. Сейчас, наверное, мастера, полировщики захейтят меня, закидают просто грязью, скажут, кто тебе в руку машину дал. Да, друзья, я не профессиональный полировщик. Я не учился этому. И, в принципе, я, можно сказать, второй раз в жизни это делаю. Первый раз. Переходите по ссылочке. Посмотрите, как мы были на выставке Detailing. И там мастер-профессионал, под чутким руководством мастера-профессионала я делал то же самое. И там почему-то получалось. Вот. Но даже я смог вам показать разницу, что было до, что стало после. Дальше, может быть, мы там меняем пасту, меняем фетру на какие-то переходим другие губки и добиваемся. Возможно, даже меняем машину на экцентрик и добиваемся глянца. Но это все теория. Я думаю, мастера это лучше меня знают. Ну что ж, итоги. Что я думаю по этой машине? Машина, как я и сказал, универсальна. То есть, выполняет три функции. Ввиду того, что она является немецкой сборкой, сломать и убить ее будет крайне тяжело. Функционал, вы ее видели, со всеми задачами справляется. Кроме это пылеотвода, пылеотсоса. Здесь мы поставим ей двойку, скажу честно, двойку. Это на шпаклевке. На всех остальных продуктах, ну, наверное, троечка. Поэтому, ребят, флекс, доработайте. Доработайте эту систему. Потому что пылесос у меня тоже не слабенький стоит. Довольно крупный и дорогой. А вообще, в коммерции она вам позволяет быть мобильным. На одном заряде аккумулятора данная машина способна работать порядка 40 минут. Напоминаю, в начале ролика я говорил, что скоростная зарядка этот же аккумулятор заряжает тоже 40 минут. То есть, если вы там, грубо говоря, 30 минут работаете, 10 минут наперекур, и вы уже можете устанавливать другой аккумулятор. Ввиду того, что она защищена от перегрева и перегрузок, убить вы ее все равно не сможете. Поэтому данная машина будет полезна в коммерческой деятельности, но ни в коем случае не бытовом. Потому что, ну, капец, сколько стоит. Ребята, не забывайте подписываться. Обязательно комментируйте, что вы вообще думаете об этой машине. Больше пишите, что вы думаете вообще о продукции Флекс. Надеюсь, что все было объективно для вас, понятно. Для вас сегодня старался Антон. Не забывайте ставить лайк, подписываться. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok